Создание филиальной сети учреждений здравоохранения в Ненинском округе выходит на заключительную стадию. Депутаты окружного парламента обсудили вопрос включения четырех участковых больниц окружных муниципалитетов в состав Ненинской окружной больницы. В частности, участковых больниц в селах Нес, Нижняя Пеша, Великовисочная и поселки Хариверия. В свою очередь, участковая больница в поселке Индиго в связи с несоответствием реальных объемов оказания медпомощи уровню участковой больницы станет амбулаторией структурного подразделения Центральной районной поликлиники Заполярного района. Эти и другие вопросы стояли на повестке дня заседания постоянной комиссии собраний депутатов по социальной политике. В условиях малонаселенности окружных сел и поселков учреждения здравоохранения не смогут содержать себя самостоятельно, а реорганизация оптимизирует хозяйственную и административную нагрузки на них. Главное – позволить обеспечить всех медработников на селе заработной платой, а жителей населенных пунктов медицинской помощью на местах. Все медицинские учреждения, осуществляющие лечение оказания приличной медицинской помощи, а именно этим вопросом занимаются на СССР, должны финансироваться за счёт окружного фонда обязательного медицинского страхования. То есть, СССР Федерального фонда обязательного медицинского страхования передается в наш центральный фонд, и там должны финансироваться вся приличная помощь застрахованным гражданам. Преобразования должны быть завершены до 1 апреля 2017 года. Изменения коснутся и учреждений для социально незащищённых категорий граждан, таких как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Так, из двух государственных учреждений округа, дошкольный детский дом «Оленёнок» и детский дом, будет создано единое учреждение по содействию семейному обустройству данной категории граждан. Дети должны находиться в одном учреждении и должны выпускаться из этого учреждения. И максимально должны быть сохранены одинаковые условия. Они должны быть привлечены к домашним, у них должны быть одни, постоянные педагоги, постоянная администрация. То есть дети не должны постоянно иметь стресс из-за того, что они переходят из одного учреждения с другой. В результате объединения должен появиться большой базовый центр, который будет заниматься воспитанием сирот и профилактикой сиротства в округе. В частности, детский дом должен стать не только местом воспитания и содержания детей, но и центром по работе с замещающими семьями, постинтернатного сопровождения детей-сирот, а в дальнейшей перспективе и работы с неблагополучными семьями. Перемен требует и социальная сфера. Так, по мнению членов постоянной комиссии по социальной политике в Ненецком округе, необходимо активнее внедрять практику предоставления социальных услуг с привлечением некоммерческих социально ориентированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Это приведет к повышению эффективности отрасли, а также увеличит разнообразие социальных услуг благодаря введению новых методов и технологий. Может быть, действительно лучше заключать социальный контракт, где будут прописаны права и обязанности обеих сторон. То есть, вы предоставляете какие-то социальные услуги взамен того, что с той стороны тоже будут произведены определенные действия и определенные обязательства. Вот с этого нет. У нас просто социальные услуги предоставляются, и в результате у нас получается, что люди начинают злоупотреблять этими социальными. В настоящий момент подобные услуги в Ненецком округе оказывают два учреждения – комплексный центр социального обслуживания и пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также в шести учреждениях, расположенных в Архангельской области и одно в Псковской области. В ближайшее время к ним должны прибавиться еще три организации. В настоящий момент прорабатывается вопрос о постановке у нас на учет трех учреждений Рязанской области, в которых у нас были размещены граждане, по договору, который нам перешел на Санкт-Петербург, в настоящий момент там они находятся. Цель в том, чтобы мы могли поместить туда дополнительно граждан из территории округа, так как у нас нет, думаю, для престарелых особой направленности к психиатическому уклону и иными вопросами. Говоря о рентабельности привлечения дополнительных организаций в сферу оказания социальных услуг, стоит отметить. В 2016 году сертификаты на получение помощи получили семь человек. Из них один наркозависимый, шесть алкозависимых. Полный курс лечения в реабилитационном центре «Рущей» Псковской области прошли четыре человека. Один из них активно занимается волонтерской деятельностью по разъяснению и привлечению алкозависимых граждан для лечения в данном центре.